Креативную экономику, непрерывное образование, развитие IT-индустрии и многое другое обсудили сегодня в Якутске. Довершился второй день молодежного экономического форума от стратегии к проектам развития. В этом году его посвятили стратегии 2030, рассказывает Саргулана Захарова. Чтобы республика смогла конкурировать на мировом уровне, при современных трендах важно поддерживать не только промышленный сектор, но и интеллектуальный потенциал. Об этом не раз говорили на обсуждениях стратегии 2030, в частности развитие IT-отрасли, одна из приоритетных задач. Не случайно этой теме посвятили отдельную площадку экономического форума. Большое внимание уделили подготовке кадров и возможности уже сейчас, не дожидаясь открытия IT-парка, начать готовить квалифицированных кадров для работы в нем. Помещений достаточно, на самом деле, в этих инкубаторах. То есть сделать некую программу, где будут штатные единицы, уже тоже, которые существуют, как-то собрать их в городе, переобучить, переквалифицировать. Такого же мнения придерживается и приглашенный представитель бизнес-среды Артем Петухов, который предложил от слов и обсуждений перейти к реальным действиям. Не надо придумывать какие-то волшебные вещи. Бизнесу надо всего три вещи, на самом деле. Это кадры, финансовые институты какие-то, нормальные кредиты, способ отхода получить деньги на старт и собственная инфраструктура. Кадровый вопрос напрямую зависит от качества образования. И участники следующей площадки разработали, по их словам, практически новую отрасль в этой сфере – народный университет. Он подразумевает под собой создание непрерывного образования с помощью лекториев и курсов для целевой аудитории. Часто все делают, но не ориентируются на целевые аудитории. Поэтому людям не идут, потому что это не совсем пройдет. Они чувствуют, что вырезается профессионалом. Креативная экономика – еще один вид нематериального потенциала республики. На площадке креативной или, другими словами, творческой индустрии говорили о поддержке этого направления и его перспективах. Одно дело, что это традиционный бизнес, предпринимательство, купи-продай, услуги – это одно. А другое дело, когда вы создаете инфраструктуру, и потом его ты можешь продавать, за это тебе платят. Кроме того, обсуждения прошли вокруг темы развития туризма в республике. В частности, речь шла об исторических маршрутах, о которых, к сожалению, сегодня мало кто знает. Немаловажно, что они отражают не только историю Якутии, но и всей страны, иными среди российских и иностранных туристов. Саргалана Захарова, Владимир Таюрский, НВК САХА, Якутск.